Друзья, ну что, только что закончился матч ЦСКА-Краснодар, точнее Краснодар-ЦСКА. Это был матч за Суперкубок России. Это был невероятно интересный формат. Респект тем, кто придумал такой формат. Как говорится, дуал этот. Просто было невероятно зрелище. Да, он был долгий-долгий, самый долгий сезон, наверное, за все время. Но при всем при том, я скажу, что именно армейцы и краснодарцы показали реально классный футбол. И то, что можно было наблюдать в течение всего матча, в том числе и после матчевой пенальти, довольно-таки перспективно и очень наводит на такую мысль, что российский футбол в ближайшее время может стать именно конкурентоспособным. Потому что меняется политика, меняется ментальность наша. И, возможно, эта изоляция нам будет на руку. Действительно, мы воспитаем мощную команду, которая даст бой грандам мирового футбола. Но это о сборных. А что же происходило в матче? Я думаю, что вы его смотрели. Но если вы не смотрели, мы были свидетелями, как армейцы открыли счет в этом матче. И все равно Краснодар дожжал. Были перестановочки некоторые в ходе игры. И ЦСКА все-таки не удержал победу. И матч закончился со счетом 1-1. Первый тайм был за армейцами, второй за краснодарцами. И поэтому матч перешел в стадию пенальти. В стадии завершающих пенальти матч закончился уже, конечно, в пользу ЦСКА. Ну, потому что мы переживали за них. Хотя было трудно реально болеть за один какой-то клуб. Потому что краснодарцы мои земляки. Я всегда за них переживаю. Просто всей душой, всем сердцем. Но ЦСКА это для меня номер один в России. Поэтому, к сожалению, при уважении к нашим землякам, я просто был на стороне армейцев во время этого супер матча. Ну что, коротко я вам покажу, что примерно происходило. Вот, наверное, просто небольшой ролик вы сейчас увидите. И то, что Акинфеев взял очередной раз в пенальти, это вызывает восхищение и уважение к этому великому легендарному российскому игроку. ЦСКА поздравляю. Десять лет спустя вы стали обладателями очередного кубка. И я предлагаю вашему вниманию просто посмотреть некоторые моменты, а также церемонии награждения и радость, ну и разочарование некоторых игроков, участников матча. Ну, в том числе и болельщиков. Потому что как без болельщиков может существовать футбол? Ну, друзья, а то, что сейчас у нас за спиной творится, это уже наш армавирский футбол. Так что, друзья, занимайтесь спортом везде. В том числе и в Армавире. Респект. Футбол нам дарит в последние дни потрясающие, классные, красивые матчи. И мы видим, что действительно это люди, которые зажигают нас своей игрой. Спасибо футболисты, спасибо стратегии, тактике тренера и всем, кто дарит нам эти прекрасные, радостные моменты. ЦСКА еще раз с победой. Я сочиню для вас песню «Краснодар» то же самое. Это будет просто чисто подарок болельщика. Это будет небольшой респект. Я надеюсь, вам всем понравится. Ну, а вы смотрите, друзья, все, что меня заинтересовало в этом матче. В матче суперфинала Кубка России по футболу между Краснодаром и Осковским ЦСКА. До встречи, друзья. С вами, как всегда, я, Давид Вартазарян. Друзья, окончание сезона означает, что впереди каникулы. Футболисты будут отдыхать. Мы будем наблюдать, где они и как отдыхают и с кем. Но это означает, что совсем пройдет немного времени и начнется новый сезон. А это уже новая история, это уже новые игроки, новые матчи, новые таймы, новые пенальти, новые драма. И прекрасно написанный сюжет и сценарий фильма под названием «За гол». И это мог бы быть гол, красавец. Готов подхватить, помочь Федорову Чалову. И вот тот момент, все наступили сегодня. Меня предъявляем Акациум. А представляешь, какая была бы развязка. И увидим настоящую драму, и увидим ночную слезу. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас уже ассистент главного арбитра Владислава Безбородова показывает, куда конференц сошел. И этот удар мне засчитан. Представляешь, какие нервы. Борьба характеров, нервов, эмоций. Киреев. И уверенно, мощно, уверенно по перекладину такой не вытащит ни Сафонов, ни Акациум, ни Донорума, ни Нойер. Ни Эскаватор. Никто. Старый, бывший игрок ЦСКА. Керсиев его прекрасно знает. И ЗАГ прекрасно знает. Игорь Весьмир прекрасно знает. Игорь Весьмир прекрасно знает. Игорь Весьмир не хочет «Перекладина». И против него Игоря Керсиев. Диза. Краснодар вышел вперед. И корт-каонку anthem. Раз, два, отправил. Милангайович! Гол! Через руку в Санислава Акадзева 1-1 фонгол через руку Через руку Акадзева И по прежнему Акирфей его нужно тащить для того, чтобы выравнивать ситуацию По прямой батчи Подошел, чуть ушел в сторону Засеменил И это Феев Роккил Феев Игорь Владимирович Заслуженный мастер спорта 3-3 Оставляет в игре армейца Теперь мазать вообще нельзя Но у ЦСКА есть еще Такой шанс И вот отточный футбол ЦСКА впереди 4-4 Четверка на спине Хуньер Олонса И две четверки у нас В левом верхнем углу Почти без разбега, Костя И гол! Окинфеев дотянулся Ты представляешь, как тяжело играть от Краснодара Знаешь, что там Окинфеев, который потащил финаль Против одной восьмой чемпионата мира Удар в верхний угол Окинфеев в третий И тоже через руку И тоже через руку Но, видишь, не повезло Не повезло Акаццо И здесь не везет Окинфееву Антон Заволотный 5, 2, 6, 6, 5 В пользу ЦСКА И все! И еще и снова Игорь Окинфеев За эти левые ворота И спустя 10 лет Спустя 10 лет Игорь Окинфеев снова приносит ЦСКА Этот трофей Кубок России Остается в Москве Остается в музее ЦСКА А Окинфеев, конечно, легенда И наряный финальный матч Здесь уже никак не мог получиться другим Он был насыщен нервами Насыщен забытиями Здесь был высоченный Высочайший градус И 55 тысячам болельщиков Все началось с пенальти В этом противостоянии Который оформил Ау Сибун Взбив Константина Кучаева И Ау Сибун Эту пенальтийную историю Закончил, не реализовав пенальти сам Не переиграл с игроком Сибун 6-5 ЦСКА выигрывает серия пенальти 1-1 в основное время И посмотрите, этот человек Выигрывал кучу трофеев Неоднократный победитель Кубка Чемпион страны И его искренняя радость Выигрывая этот матч Серия пенальти у Краснодара Эмоции игроков ЦСКА Для которых этот трофей вообще первый Второе место в чемпионате России Победа в Кубке России Браво, Владимир Федотов Ну еще не вся семья здесь Жена осталась там Так как она взросленькая и большая Самая маленькая Агата дома А Даня с Евой тут Поэтому как могли Агата у телевизора А Даня с Евой и с женой с Гатей Поддерживаю здесь родители дома Наверное, плачу сейчас Видели, как папа вытащил пенальти победный? Да За папу болели? Очень Что по технике вратарской? Отлично Все было топ? Да Ребята, это для вас победа тоже Можно я покажу 21-й трофей Игоря Кенфеева Неплохо, да? Все, да Я думаю, да Все, спасибо Спасибо Ну, прежде всего Огромное им спасибо Они нас поддерживали Всего сезона Кто не был на стадионе И кто приходил на стадион Огромное спасибо Конечно Мы выиграли Это главное Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Баба, не зелься! Черт! Баба, не зелься! Баба, не зелься! Баба, не зелься! Спасибо большое, друзья!